Общественная организация ветеранов Звенигорода в рамках акции «Добро плюс один» организовала сбор гуманитарной помощи для военных на приграничных территориях. Думали сразу собирать помощь в виде натуральной помощи, то есть продукты, вещи и так далее. Но потом наши члены совета сказали, нет, надо нам собрать пожертвования, а потом закупить то, что необходимо. Добровольные пожертвования собирали в течение недели. Активное участие в общем деле приняли Звенигородцы. Среди них почетные жители и обычные горожане. Люди, которые приносили нам пожертвования, откликнулись очень быстро, мы даже так не ожидали. Уже в первый день пришло 40 человек, несли разные суммы, кто-то даже и 200 рублей, и 300. Но есть у нас и люди, которые по 5 тысяч приносили. Совместными усилиями удалось собрать немалую сумму. Все эти деньги впоследствии были потрачены на термобелье, носки, перчатки, фонарики, батарейки, балаклавы, средства личной гигиены. Все из расчета на 100 человек. Всего мы было собрано 257 тысяч 500 рублей. И все эти деньги были потрачены вот на эту помощь. Теперь мы ее все упаковали и хотим, чтобы она была доставлена нашим бойцам. Мы обратились в администрацию Одинцовского городского округа. Они нам помогли связаться с волонтерами. И вот сегодня мы готовим эту отправку. На данный момент наши ветераны собрали очень много теплых вещей, это в первую очередь, и хозяйственные принадлежности. Вы сами связали? Сама связали, даже размеры. И там еще письмо наносится. Письмо, да? Да. Вот, где наносится. 10 пар там поместилось. Сколько ушло времени? Ну, месяц. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов лично приехал к ветеранам и выразил слова благодарности за проявленную инициативу. Активисты местного отделения «Единой России» и представители общественных организаций всегда поддерживают подобные мероприятия. Не осталась в стороне и молодая гвардия «Единой России». Совместно с грузом для военных в Донецк были отправлены детские книги, канцелярия и школьная форма для детей. Мы уже с апреля месяца помогаем, отправляем машины. На данный период времени у нас уходят 4 машины в неделю. Собирает и Голицына, и Кубинка, и Тучкова. Голицынская первая школа нам очень просто помогает. Голицынская поликлиника вот подключилась. Руза. То есть все совместно помогаем, все делаем для наших ребят, что возможно. Совместные усилия, как известно, объединяют. Дружные команды, гуманитарную помощь собрали, упаковали, погрузили и отправили в Донбасс. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцово». Голицынская поликлиника «Одинцово» Голицынская поликлиника «Одинцово». Л mest cheering.